так мы продолжаем путешествие с павлом по метро павел как можно ленч работа просто за и на днях ждите дай не говори да не только в метро если честно послушаем их разговор да и не говори да 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 во во и что приятного аппетита им что что чай вкусный обязательно завариваем понятно вспышку получили от разговора двух партизанок вот что я тебе скажу о тот самый странный человек все вот он скриншотить так подожди еще раз корень не работает не скрин работает все супер отличных прямо на заставку пойдет мне прям нравится огонь бомба так яндекс закройся ну я пойду лучше да блять прошу две фирменных специально для вас из старого запаса кого-то он не напоминает какого-то артиста знаете из старых фильмов советского союза хорошо пошла вообще хорошо здесь но дома лучше знаешь не по всему метро лазать приходится ну и наслушаешься всякого про красную линию дескать неплохо у нас и жрать нечего и расстреливают всех подряд почем зря и анекдот не рассказать так что ли а можно отказаться да блять так вот ну да у нас строго ну блять вот кого-то что напоминает поворот машины не ставят столько и получаешь а еще по одной ну за равенство за равенство посмотрите как окраинная станция живу жрут друг друга детей своих в рабство продают где-то каменный век уже начался если человека самому себе предоставить он до зверя в два счета скатится нужен порядок ну уже в это и верю сдохнем мы в метро беспорядка а у вас товарищ сталин или кто вам руководит я красный так что за порядок и даже не чокаясь блять его который раз уже лицо вижу что первой части он был что во второй а ты мушкетер сейчас по чужую сторону баррикад да блять бойцы оформите товарищи ну и пошел ты нахуй есть товарищ майор слушаюсь а че в рюмку то смотреть уже поздно бежать надо хотя навряд ли получится вот он плохой пример почему не стоит пить алкоголь больно он майор что у меня что в винде звука мало или что давайте на соточку поставим попались ловушку павла хорошо пошел отставить это у нас так перегибы на места не обращай внимание мне тебя сюда надо было доставить и ты теперь под арестом ну хорошо все может обернуться очень для тебя хорошо вот ты негодяй а я тебя спас и вам того же а че там желтое просвечивается как все закрутилось слушай артем ты парень умный должен понимать случайностей не бывает ты здесь неспроста ты много знаешь и я советую тебе не темнеть а чего ты знал что я много знаю мы ведь с тобой кто мужики пиздаболы один за всех и все за одного да-да-да-да-да а вот товарищи в орден девиз другой все для нас этот ваш бункер кому он достанется тому и жить это последняя война будет торчать и мы к ней готовимся я советую вам поднастрать фашистам в первую очередь блять прям реально мировая война а где сталин о нет это не сталин ладно а это кто власть советам мир народам земля для людей грибы голодным что блять мы обещаем рабочим улучшить уже сегодня о он точно выбрал вилки в глаз мужик был в плену учеслав андреевич вот рейнджер спас какое совпадение мужик одноглазый его знаете ибо золотая статуя доверенное лицо они вместе нашли д6 и потом он отличился во многих операциях ну что ж рад знакомству товарищ артём думаю нам есть что-то вложить друг другу ну например вилки в глаз или в жопу раз товарища в переговорную блять да за что сразу бить то подумаешь не смешно пошутил давайте как молодой человек пропустим обмен прекрасностью и сразу перейдем к телу о это что гучи мутанты телепаты черные представляет огромный научный интерес вы расскажите все что знаете о них за это обещаю вам жизнью работу в вашем же ордене но на меня будем как мушкетеры один за всех и все за генеральный секретарь цк кпм товарищ москвин о сталин разговор к тебе а это у нас что очередной враг революции отлично блять подожди у сталин они были такие усы Леня давно пора учиться он на гитлера похож работе с людьми вообще-то мы собирались наставить все эти ваши сыворотки правды хитрые машинки пустая трата времени дайте-ка я тряхну стариной а ты ему предложил вилкой в глаз уже по раз гнида говори давай выкладывай все что знаешь про д6 плей какие у тебя красивые усики млультики молчишь ты говори пока я тебе яйца не отрезал все ваши явки ставки паролей всю прочую руки на 1x бэд Это называется допрос, Леня. Допрос. Обычное дело. Что, когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет. Сучоныш, власти без крови не бывает. Бывает. Твой брат правил без крови, и его до сих пор любят. Стоять, стоять, я сказал. Вы делаете, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне. Есть разговор. Одноглазый-то лучше шарит. Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежны и испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все расскажете. Ну, блядь, сыворотки, правда? Ебать, что это? Рассказы? Типа все, что он рассказывает ему? Крысы. О, катсцены из детства. Огонь. Первая встреча Артема с черным. О, стражи опять. Да, блядь, вези эти стражи. А откуда они попрыгивали вообще? Блин, так муторно отснято, как будто в кино каком-то. На такую, знаете, старую камеру. И почему вообще по детству черные решили спасти Артема? И Артем смотрит на него. А почему он не спас, допустим, это черных других детей? Блядь, как много вопросов, как мало ответов. Нет, не понимаю, о чем. Да что со мной делать? Отпустите меня на волю. А, блядь. Ну, ладно. Не подведу, товарищ генерал, не подведу. Угу, угу, угу. А может туда? Спасибо тебе, дружище. Удачи. Спасибо огромное. Власти, значит, он говорит, без крови не бывает. Сейчас мы ему покажем такую кровь. Наконец-то. Садись числа, говорить будем. Про переговоры в полисе? Вот он ты, Гитлер несчастный. Я все-таки глава разведки. Глава. А информацию упустил. Ага. Проклятые беженцы. И полис, и ганза. И даже нацисты, черт. Не, ну разведчик он работает лучше. Прямо он входит в доверие хорошо. А война, все равно неизбежна. Неизбежна? Знаешь, я и политбюро сомневаемся. СССР. Сомнение признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне. Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права! Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом и после его безвременной кончины Гинзяк, вы теперь снова даю совет. Значит, он помог ему убить своего брата. Ты не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Числав, да стоит вообще это чертова метро всей кровище, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. Хорошо. Дальше туда по трубам. Лобовой удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину, тогда, возможно, с основного направления не встретится противление. Потом зачистка. Смирно! Товарищ генерал! Бойцы! На вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Радиомолчание? И только на кодированной частоте. В случае контратаки противника объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет. А, ебать, они будут подходить типа свои. Удачи, Орлы. Служу в разной линии. Ебать, рататуи. И за что мне нашивку мыши дали? Мы что, письку рисуем на карте? Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Кстати, так... Информация о черном у Павла. Теперь он моя цель. Кстати, озвучка поменялась. О, шлем наш. Или не наш? Ну-то ладно. Нам вот такой пойдет, собственно говоря. Ебать. Забрали фильтр. Нормально. Почему бы и нет, собственно говоря. Это что, типа карта? А где мы сейчас? Производственный цех, склад. Жилая площадь, оружение. Второй этаж. Пост. Ладно, по карте ни хуя не понятно. Ну, ебать. Так опасно выходить. Конец цех. В инструкции сказано красный провод. Вот давай выдергивай. Самый выдергивай. А я пока за углом постою. Что, тонишки наделал? Смотри, как настоящий мужик это сделает. Ну-ну, мужик. Че руки-то дрожат? Руки, ладно. Главное, чтоб все другое не дрожало. Так, собрались. Красный провод. Красный провод. Давай. Да не торопи ты. Ну, долго еще? Сейчас. Ебать. Челиков шлемы, блядь, вырубить. Я хуеваю. Это вообще легально? Здесь можно сохраниться? Оп, паркур. Оп, оп. Оп, тайничок. Понятно, здесь ничего нету. Ебать. Ебать. Это же кто-то тут где-то. Ебать, он меня заметил. Ну, вот точно. Кто-то тут шевелился. А, вон и ключ, собственно говоря. Ну, шо, пацаны, кавабанга? Второй босс, ответьте, второй босс. Так, это был второй босс, я так понимаю? Второй босс. Не угрожает нам подкреплением. Так, оно будет явно безопаснее. О, калаш. Это какой? Где ублюдок? Так, идем на хардкоре и заебись, заметочка. Так, отлично, блядь. Четыре заметки в этой локации. Одно теперь ясно. На 100% красная линия готовится к войне, не делая громких заявлений. И в отличие от рейха, без истерии. Красные планомерно собирают самую сильную армию из тех, которые когда-либо существовали в метро. Так, и тишина, в которой происходят эти методичные приготовления, кажется мне куда более угрышающей, чем громогласные речи, брызгающей слюной фюрера. Хорошо. Или хуёво. Ебать, танк. Нихуя себе. Люди они сыграли сжечь. А! Ими пусть особисто занимаются. Я тебе про обычных крыс с хвостами развелось тут. В общем, иди выполняй. Бегом! То есть то, что свет здесь вырубился, их не особо напрягло. Ну ладно. Куда он идёт? Он к нему идёт? Да вроде нет. Так, хорошо. Как ярко он у меня светит прям. Патрон прям мало отдаётся. Не наврали. Здесь у нас следят, ребятки. Так здесь мы нигде пролезть не можем, да? Значит, пока у нас только один путь. Это всё прижаться к стелсу. Хорошо, прижимаемся. Ебать. Хорошо, челик на погрузчике работает. Так, этот у нас докуда выходит? Он не заходит за угол. Челикс погрузчика ушёл. Вот там горит. Сварка. Ладно. Вот это было рискованно прям. Вот так всё же непростоишь. И не заметишь, как кончилось. Значит так. Мне тут приказали подключить людей к работам. Вот так-так. А что случилось, Андрей? Аврал случился. Рубки хватает. Вот нами дыру затыкают. Понятно. Ну а раз понятно, пойди определить им двух бездельникам. Фронт работ. Ага. Так, ладно. Этот всех гоняют. Окей. Бригадир. Этот фонаря свет. Телегу бы сейчас задвинули от начальника. За технику безопасности. А то мы там не расписывали за ту технику. Ну расписывались. А толку? На той неделе придавило же одного крана. Не, ему глаз стропой шибанола. Это в том месяце, а это на понедельник. Если лампочки взрывают, они на это обращают внимание. Хорошо. Давайте пока не отступим немножко. Он идет обратно. Так, пусть идет. Он у нас ходит без фонаря. Те сидят, тем вообще похуй. Так, тихо. Хорошо, супер. Он до сюда доходит и идет обратно. Помню, из одной из подмашинов есть какой-то ключ. Либо тайничок, что-то в этом роде. Что за это? Я тогда в гости был. Я потому жив и остался. А что было-то? Ты что, про заставу на мосту не знаешь? Да знаю, конечно. Сам там служил, хоть и недолго. Снегасыпай, недокручивайся. Так там в том году такое было. Мужики рассказывали, кто-то и наших, и фашистов всех подчистую выбил. Смена пришла, а все лежат. И фашистов нет. Вообще никого не было. Летеха разведку послал, те вернулись. На той стороне тоже самое. Пока собрались наступать, фашисты забегали уже, зашумели. Видно, тоже смена прибыла. А на кого вообще думают? Там же народу было. Мы же месяцами там с фашистами бодались. Но куда там? Черные. Летеха с обеих сторон непробиваемая просто. Вообще слухи дикие ходят. Дескать, один кто-то работал. Чуть ли не сам, что-то работал. Мол, разозлил его кто-то. Открутил гайку с путей. Да бред полный. Ты-то сам что думаешь? Думаю, это или Ганзовский командос, или спецназ полиса. И крупный отряд, человек 30. Иначе хрен бы они смогли напасть одновременно с обеих сторон. Так, кибачь, ты пиздец. Ну, я думаю, были бы трупы из того отряда тоже. По-любому. Хипать, это же про нас. Нас... Сука, того чела поймали. Пиздец. Обидно за Андреевича. Блядь, и казарма с какой стороны? Это он сейчас ко мне пойдет? Нет, слава тебе, яйца. Не ко мне. Вас тут что, двое? Супер. Опа-на. Ебать, интересно, и долго он будет подтягиваться? Это меточка. Так. Генеральный секретарь красной линии. Москвин. Видимо, мало что решает. Созаётся впечатление, что он и сам заложник Корбута. Одной рукой этот серый... Кардинал держал за жабры. Номинального руководства красной линии, а другой двигает шахматные фигуры. Сразу по всей игровой доске, в которую он превратил всё метро. Но почему-то могущественный генсек, который может запросто отправить генерала в отставку, а то и расстрелять, терпит его дерзость. И уступает его требованиям. В чём сила Корбута? Может в знании? Ничего-ничего. Надо просто нагнать Павла, и он всё мне расскажет. Посмотрим, как он будет петь свои песни. Про равенство и братство. Про справедливость государства для всех. Предатель. Да и не говори вообще. Прям пиздец. Серьёзно, 12 патронов это всё? Так, а нам сейчас в какую сторону? Нам туда. Туда нам, значит, не надо. Такие бать. Вот это вот, конечно, он там нежданчиком появился. Нам, типа, сюда, да? Взять. Ну, убери ж ты зажигалку. Да, нам сюда. Использовать 10 рубильников. Так, я думаю, нам всё равно нужно выключить свет. Да, блядь. Ладно, вырубать его точно не стоило. Далеко был чекпоинт? Нет, прям как чувствовали, что я сейчас здесь где-то затуплю. Ах ты! Что за? Кто здесь? Шум! Какой шум! Вроде же кто-то тут. Где-то. Эй, осторожно, там не золо. Головы берегите! Что это вы претите? Опять радиоактивная? Сколько можно? Итак, полный склад такого добра. Скоро выучимся, тут все как сталкеры какие-то. Не охота. Ты не выступай, брат. Надо, так надо. Скажи спасибо, что собирается, это на поверхности не вставляет. Ладно, ещё будут сегодня люди? Эй, это последний. Хорошо, давай, мау, стыльки. Ты там не увлекайся. Дай, что их поставить, поверки бывало. Всё. Света нету. Так, они ушли наперекур, хорошо. Хорошо. Так, всё, уходим. Что это было, блядь? Блядь, на чём он так подпрыгнул? Так, у нас есть ножи, да? Подожди, на какую кнопку бросаются ножи? Клавиатура. Оружие. Оружие. Огонь, прицел, перезаряд. А, на С-шку? Он пробовал? Тi-Liutra. Ти-Liutra. 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 Тихо. Тi-Liutra. да ну так жестко отлетаем минуту ну ка ёбаный так попытка номер два хорошо вырубаем свет там я вижу фильтр а можно вверх лезть спасибо да это все недосып все готов ну давай здесь пройдемся состояние катализатора отлично выход метанола на сепараторе порядок давление синтез газа обороты компрессора норма показатели расхода нормально температура в теплообменнике в норме ну и хорошо записал пошли на третий вижу идет сюда прячемся щадить покурим конечно а то есть они меня спали тогда только ебанет типа картинка последний остался ладно мы пришли туда же я не заметил что здесь можно было по целцу проползти хорошо так а здесь как дальше опана чекпоинт супер еще чекпоинт вау не такой у нас уже есть все готов приступили состояние катализатора нормолет давление синтез газа в норме показатели расхода норма обороты компрессора нормально температура в теплообменнике порядок выход метанола на сепараторе отлично ну и хорошо записал ну все поздравляю плановый осмотр успешно завершен можно перекурить да до завтра все свободны все понятно теперь мы типа рабочих не убиваем мы можем только убить военных но военных мы тоже не станем убивать хорошо сейчас он должен уйти на перекуре его можно будет вырубить что он долго сидит смотрит на него мне вообще куда надо оба ме . проведи праведливость равенство мир москвин знают какие слабые точки давить как это не страшно они ведь правы если мы сумеем договориться не не прекратим грызться мы победим друг друга гораздо быстрее чем это сделают любые монстры коммунисты как фашисты польз используют найденный орденом бункер хранилище как наживку простые люди верят им и попадаются на крючок лекарства и продукты для каждого вот только изобилие этой предполагаемое оплатить крови своей и чужой чтобы у человечества было счастливое будущее еще одно поколение должно отказаться от настоящего хорошо есть что открыл кто-то хрень так я еду путаться куда мне надо ну что за жизнь стою тут как туда а мог бы сейчас что за? тревога! враг на фьюторе! да что? куда? я не понимаю, что не так-то? хорошо, сейчас мы ожидаем проверку приступили, температура в теплообменнике порядок, показатели расхода отлично, состояние катализатора нормально, обороты компрессора нормально, выход метанола на сепараторе в норме, давление синтез газа норма! ну и хорошо, записывай ну все, поздравляю, плановый осмотр успешно завершен можно перекурить? да, до завтра все свободны так все получилось, что не стоит что надоело? партия пшет аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааах хорошо, вентиляция да блядь я не понимаю, мы выключаем вентиляцию вот и куда нам здесь нормально состояние катализатора норма показатели расхода порядок выход метанола на сепараторе в норме обороты компрессора нормалёт ну и хорошо записал ну всё поздравляю плановые осмотры успешно завершат можно перекурить да до завтра все свободны я понимаю, мне как-то надо подорвать эту штуку или что, или кто конечно хорошо допустим, ратный сделали а дальше нам куда? да да а дальше нам куда? ах ты убит тревога ах ты убит тревога куда вообще надо идти? я не понимаю куда вообще надо идти? все готов приступили что за метанола на сепараторе шум порядок состояние катализатора нормалёт температура в теплообменнике нормально давление синтез газа норма обороты компрессора серьезно? отлично показатели расхода в норме ну и хорошо записал ну все поздравляю плановый осмотр успешно завершен можно перекурить да до завтра все свободны пусть и бред 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 техника остается стоять хорошо тут у нас просто кейс полностью лезать в один раз поймешь у нас кто стоишь у нас другие повышения сохрят меня и еще раз стоит про лезть Чудеса вся. Эх, так просыпь не долго. Хорошо, я полагаю нужно что-то перегрузить, что-то подорвать. А можно нормально стелт активировать или о? Поехали. что за шум вроде так окей мы уже просто вырубили весь отряд ну вот и куда дальше мы вернулись чекпоинту всех повырубали здесь можно туда пропусти летать так что может это еще есть подземка так хорошо фильтров у нас типа максимум я так понял да и и и и и и вперед я не понимаю куда дальше что мне вообще дал тот рычаг то мне дало что я его вырубил там я слепой конечно я вижу калашик глушителем заметочка там заметка есть четыре заметки здесь собрали я должен найти следы последнего выжившего черного орден требует чтобы я уничтожил его вот мое задание убить его также как я убивал всех сородичей не запрещено обдумывать приказ у меня нет права всех его сородичей на сомнение но после его что я вспомнил под воздействием и воротки корбута не знаю хочу ли выполнять приказ что да да я про тоже так ладно эти разошлись есть нычка есть кроме мира во всем мире звездоболы сможет спасти человечество только он сплотит выживших в ужасной мировой войне которую разбирали экспириалифты и метро живым и при коммуниции уже сейчас и бать опасно конечно опасно хорошо что он голову не поднял сундук сундук сундуке забавно бит его нормально о мишка да о милодия так классная но не думаю что стоит шуметь прям так долго нам тут еще стоять да нет должны уже с вахты идти а ты сам в той вахте был блять а с какой сородной не пойдут вроде и станция рядом и пулемет и прожектор и товарищи не подведут а как зашуршить тварь какая в паутине так сразу в пот холодный а чего ты паутину не пожечь нахрен жжем постоянно но эти твари опять все заплетают как успевают когда непонятно но пара недель проходит и опять суп мир стерлит да гадость может просто джерма ворота заварить да не мучиться а если на венецию срочно выдвигаться нужно будет как поедешь на поезде через ганту нет нет мы затушить не можем так что держим оборону так он куда сейчас чухнет назад пойдет или вперед или так и будет стоять ебать что с ним происходит его контузит не по детскому блять вот ворота открылись пиздец блять голос знакомый пиздец да показалось когда 6 часов отстоишь и не такое померечится может и показалось да кто-то же тырит запчасти и продукты да свои это тырят потом гандзи по-тихому продают сволочь ладно замяли и про что там тебе показалось лучше молчи а то если до начальства дойдет на тебя же всех собак и повеся ну и хуй с тобой сука а ты сам в той вахте был? был жуть вроде и станция рядом и пулемет и прожектор и товарищи не подведут а как зашуршит тварь какая с паутиной так сразу вход холодный а чего-то паутину не пожечь нахрен давайте снова дослушаем их диалог я хочу кое-что еще чекнуть блять как успевают когда непонятно ну пара недель проходит и опять все в мерзости да гадость может просто гермоворота заварить да не мучиться а если на Венецию срочно выдвигаться нужно будет как поедешь? на поезде через Ганзу? нет не получится так что держим оборону хорошо а водить я могу сныкаться от них? по шурику в уголок они же не смотрят туда вот так вот лампочка не светится значит нас не видно а я тебе говорю не паук это был а кто? а я знаю мне показалось человек и мало того что человек так еще и с мешком я туда фонарем а никого да показалось когда 6 часов отстоишь и не такое померечится может и показалось да кто-то же тырит запчасти и продукты да свои это тырят потом Ганзи по-тихому продают сволочи ладно замяли и про что нам тебе показалось лучше молчи а если данная часть туда идет до тебя же всех собак и повесим а ничего не будет? серьезно? так можно было сделать? здорово мужики мы тут на пересменке постоим да постоите нам тут перекурим? а что? ну уже только я зашил ну как знаю а че эти че чужие? хорошо значит этого пока можно вырубить пока на пересменке там курят ебать паутина опять опять пауки как же они задолбали уже честное слово ебать красивый ммм так супер лезем по канализации море трупов так может нам на верхний этаж надо а может там заметочка есть ладно туда я никак не могу попасть и это грустно довольно таки там опять паучи кладка опа на пройти революция никого не убив и не подняв тревоги фу блять ебать там что-то страшное рычит ой блять я щас знаю что это будет поэтому на этом закончим этот вып-